Здравствуйте, уважаемые покупатели курса. Я приветствую вас во втором уроке. Сегодня мы рассмотрим с вами основные принципы работы с Алиэкспресс. Алиэкспресс – это китайский интернет-магазин, который аккумулирует в себе миллионы предложений по всем видам товаров от предпринимателей из Китая. Товары здесь продаются мелким оптом, а также в розницу. Сайт переведен на ведущие языки мира. Также интернет-магазин в большинстве случаев «Осуществлять бесплатную доставку товара по указанному адресу в любую точку мира». В данном уроке мы с вами рассмотрим два основных вопроса. Первый – это как правильно выбирать товар и поставщика на Алиэкспресс, а также как правильно оформить заказ и осуществить покупку на данном сервисе. Итак, давайте начнем с того, как правильно выбирать товар и поставщика на Алиэкспресс. Для того, чтобы определить надежность поставщика и качество товара на Алиэкспресс, есть основные три критерия. Первый – это отзывы покупателей. Под каждым из товаров есть возможность прочитать оставленные отзывы, среди которых можно найти также очень много отзывов на русском. Чем больше положительных отзывов будет о товаре, тем лучше. Значит, этому продавцу можно доверять. Отзывы находятся обычно внизу страницы. Давайте на примере одного товара мы с вами посмотрим, где находятся отзывы. Так, давайте выберем вот эту футболку. Отзывы у нас находятся внизу, так что прокрутим страничку. И вот, как видите, уже первый отзыв – вот они. Этот отзыв у нас из Франции. Франция, Франция. Вот Россия. Так, здесь на английском. Вот один из отзывов хороших. Дошла быстро, качественно, бомба. Берите, у него смело, размеры, соответственно. Спасибо, друг китайский. Так, поищем еще. Так, вот еще три отзыва сразу. Товар полностью соответствует описанию. Доставлен очень быстро. Товар пришел в короткий слух, а качеством довольна. Супер быстро, 11 дней в Московской области. Рисунок светлее, чем на фото у продавца. То есть, как видите, отзывы вполне реальные. То есть, китайцы, они такие отзывы сами написать не могут. Соответственно, ориентируясь на эти отзывы, вы можете судить о том, что товар действительно качественный, а поставщик действительно качественный. Соответственно, у данного поставщика можно спокойно брать товар. Вторым основным критерием при выборе товара и поставщика на Алиэкспресс является рейтинг магазина. Алиэкспресс автоматически высчитывает рейтинг магазина по нескольким критериям. Количество положительных отзывов, соответствие отправленного товара описанию, общение продавца с клиентом, а также скорость доставки товара до клиента. Советуем вам заказывать у продавца, чей рейтинг составляет не менее 75%, а средняя оценка является не ниже 4,5 баллов. Рейтинг продавца отражен справа на странице товара. Как видите, на примере данной футболки рейтинг магазина и вся информация о магазине находится справа в колонке. Как видите, здесь 96,5 положительных отзывов. Если раскрыть, то мы увидим оценку магазина по 5-бальной шкале. Соответственно, описанию 4,5 балла, общение с продавцом 4,5, скорость доставки 4,4. В принципе, это тоже неплохо. Соответственно, смотря на официальный рейтинг магазина, вы можете делать выводы о том, что данный поставщик очень хорошо работает и с ним можно работать вам тоже. Ну и, наконец, третий основной критерий при выборе товара и поставщика – это количество сделанного заказа. Здесь все просто. Вы просто выбираете нишу, к примеру, футболки, и смотрите, какую товарную позицию больше всего заказывали. Сделать это можно через основной поиск. Вводите, к примеру, футболки и сортируете предложение по количеству сделанных товаров. Как вы видите, фильтр показал нам самые наиболее покупаемые футболки. То есть, количество заказов, допустим, вот этой футболки составляет 5936 футболок. Вот эту футболку заказывали 4440 раз. Красную футболку заказывали 4133 раза, что очень-очень неплохо. Соответственно, количество заказов показывает то, что футболка данная очень хорошо расходится. При выборе своего товара обязательно опирайтесь на совокупную составляющую всех трех критериев. И тогда вас более чем на 200% будет ждать успех. После того, как мы рассмотрели основу выбора товара и поставщика, давайте перейдем к описанию процесса совершения покупки на Алиэкспресс. Для того, чтобы совершать покупку или оформлять заказы, вам необходимо будет зарегистрироваться в данном интернет-магазине. Сделать это очень просто. Итак, чтобы зарегистрироваться, перейдите на официальную страницу Алиэкспресс. Для того, чтобы зарегистрироваться, нажмите на кнопку регистрации и далее зарегистрироваться. После того, как вы заполнили все необходимые данные, нажмите кнопку создать ваш профиль. После этого вас поздравят с регистрацией, и вам на почту придет письмо со ссылкой для подтверждения, по которой вы должны перейти и подтвердить свой аккаунт. Для этого переходите в почту, в которой вы регистрировались. Как видите, письмо уже пришло. Переходим по ссылке. Все, теперь наша учетная запись подтверждена. Поздравляю, вы зарегистрированы в Алиэкспресс. Для того, чтобы совершить покупку выбранного вами товара, перейдите на страницу данного товара. На данной странице выберите расцветку, необходимую для вас, способ доставки, а также размер и нажмите кнопку «Купить сейчас». В открывшейся странице оформления заказа вписывайте все необходимые данные. Фамилия, имя заказчика, адрес, индекс и телефон. Учтите, что все данные нужно вводить на английском языке, так как поставщик вписывает все данные на английском. При заполнении важно не ошибиться с заполняемыми данными, так как на почте посылка выдается только по паспортным данным. Все заказы, которые вы будете получать от ваших клиентов, вы будете оформлять данным способом. То есть, отправляя все товары непосредственно на адресные данные вашего клиента. После того, как вы заполнили все необходимые поля, еще раз проверьте все детали заказа и нажмите кнопку «Оформить заказ». Далее вы выбираете удобный для вас способ оплаты и оплачиваете товар. К примеру, возьмем Kiwi Wallet. Вводим необходимые платежные данные и нажимаем «Оплатить сейчас». Через 2-3 дня после оплаты, когда продавец отправит вам товар по почте, у вас в личном кабинете высветится трек-номер посылки, по которому вы сможете отслеживать передвижение посылки из точки А в точку Б. Данный трек-номер вы сможете найти во вкладке «Мои заказы». Находим нужный вам товар и жмем на описание «View Detail». И в открывшейся странице можем наблюдать трек-номер из 14 символов. Данный трек-номер вы вручаете непосредственно вашему клиенту, который заказал у вас товар, чтобы он мог отслеживать движение товара и, когда он придет, соответственно, забрать его. Для отслеживания посылки пользуйтесь сервисами трек-номеров. Первый – это где посылка. Второй – Почта России официальный сайт. А также третий – телефон справочной линии Почта России 8 800-25888. Теперь перейдем к домашнему заданию. Первое, что вам нужно будет сделать по окончанию просмотра данного урока, это найти и выписать 10 товарных предложений в соответствии с критериями, которые даны в данном уроке. И второе – зарегистрироваться в Алиэкспресс и сделать тестовую покупку любой вещи. Не обязательно дорогой. В Алиэкспрессе полно вещей за 20 или 30 рублей. В принципе, это не должно стать для вас проблемой. И в конце я хотел бы вам посоветовать в обязательном порядке выполнить второе задание, так как второе задание очень важно сделать, чтобы иметь понимание, как вообще работает данный механизм. Чтобы в дальнейшем у вас просто не возникало лишних вопросов.